В Люберецком лицее номер 4 провели встречу в рамках федерального проекта «Школа молодого политика». На вопросы молодежи ответили депутаты Владимир Ружицкий, Игорь Каханы и руководство местного отделения партии «Единая Россия». Старшеклассников, студентов и активистов молодой гвардии из Люберец и соседних муниципальных округов интересовали отличие работы молодежных организаций советского периода от сегодняшних, с чего нужно начинать политическую карьеру и какие люди чаще всего добиваются успеха. Где-то активная часть населения до 10%. До 10%. Ну, надеюсь, что в этом зале собралось именно 10%. В верхней группе, если к ним подходят, дорога себе ведущая, значит, везет кому-то, везет. Если кто упорный, старательный, он обязательно к чему-то придет. Попросили председателя Люберецкого совета депутатов рассказать и о его трудовом пути, в каких молодежных организациях состоял и как пришел в политику. Был комсоргом класса, член комитета комсомола школы. Служил в АГРИ, это член комитета комсомола части. В институте, член комитета комсомола института. А уже все остальное, оно как-то сладовалось, поэтому на автомате все получилось. Хотя я не собирался быть ни в областной доме, не занимался здесь вот как глава района, в случае директором завода. Ряд вопросов надо было решать, включая ряд вопросов через Московскую областную думу. За плечами Владимира Ружицкого два депутатских созыва в Мособлдуме и 17 лет работы в должности главы Люберец. Для ребят это яркий пример деловой активности и преданности избранному делу. Я как бы ставлю при собой задачу, как можно больше ребят молодых, активных, вовлекать в эту нашу жизнь. Чтобы люди попробовали, молодые люди попробовали, каким образом строится работа в сообществе, каким образом идет организация каких-то мероприятий. Наша задача дать некий импульс, как бы стимул, чтобы ребята начали задумываться и вовлекались в режим самоуправления, там где они учатся, проживают, работают. Депутат Московской областной думы Игорь Каханый рассказал, чем отличается исполнительная власть от законодательной, какие задачи стоят перед парламентариями и почему депутатам важно слушать и слышать жителей. Данные встречи очень нужны и полезны для подрастающего поколения, так как нам на них рассказывают, как что работает, что делают депутаты, для чего они нужны. Я бы хотел, чтобы такие встречи у нас в школе проводились гораздо чаще, потому что они очень полезны и интересны. Проект «Школа молодого политика» запустило региональное отделение молодой гвардии в этом году. Такие встречи будут регулярными. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал НРТ.